Со всех христианским праздником в Днём памяти праведной Анны, Матери Святой Богородицы и по плоти, по человечеству, Бабушки Иисуса Христа. Вы знаете житие, якима и Анны, которые долго и долго не имели детей. Их ожидание было особым ожиданием, состоянием Бога, сосредоточением, высматриванием, слушанием и вдумыванием, почему Бог не даёт то, что даёт другим человекам – и менее праведным, и менее достоинным. Но даже когда Бог молчит, Бог всегда говорит первому. Мы привыкли понимать всё ином, развитие и другой перспективе. Мы часто воспринимаем, почему с нами происходит то-то и то-то, и рассматриваем это, как произошедшее за что-то, за наши лихи, за наши недостоинства, за наше лукавство или за наши неправды. Мы воспринимаем причинно-следственную связь, что вследствие того, что мы совершили то-то, мы получаем вот эти скорби и болезни. Но даже древние римни уже понимали, что после того не значит вследствие того, не обязательно одно связанное с другим. А в свете священного Писания мы понимаем, что Господь иногда что-то делает, что-то не делает, что-то даёт или что-то не даёт, не за что-то, а для чего-то. И если мы понимаем, что для чего-то Бог нам не даёт, то, что мы всем сердцем, всем умом и всем своим существом хотим, то это по благости Божией, по милости Божией, по Его человеку и любви. Если отец или мать не даёт или не делает что-то для своего ребёнка, то по умолчанию мы предполагаем, что отец или мать это делает по любви к ребёнку, для того, чтобы было что-то большее и что-то лучшее, и что-то несомненное, чем то, что хочет ребёнок. А Он думает, что Он наказывал, Он унижил, Он ускорблён, Он потерял то, что хотел иметь сейчас, здесь, и так как это имеют другие идеи. Но если наша жизнь, жизнь на вырасте, если наша домашняя жизнь, наша заветная жизнь – это не что иное, как домашнее задание, как подогравление к вечности, как тому, чтобы быть не только человеком, но и сверхчеловеком, обожественным человеком, преображённым человеком, усвоенной божественной жизнью, то многое в нашем сознании должно поменяться. Мы должны понимать, что не только за что-то мы получаем скорбь и болезнь, но иногда для чего-то. Для того, чтобы стержать дух мирного, для того, чтобы собрать свою душу воедино, для того, чтобы понять, что это земная жизнь, это не курорт и не санаторий, это не время препровождения праздного, лукавого, двоедушного, двоемыслиного. Это подготовка к вечности, которая начинается здесь и сейчас, в недвих нашего сердца, в глубине нашей жизни. Мы должны понимать, что жизнь настолько первична, что она и есть смысл жизни. А когда интеллектуальные интеллектуальные люди ищут смысл жизни, и особенно в материальных и технических признаках, то они находятся далеко от истины, далеко от права, далеко от замысла Божьего. Мы должны научиться жизни, принимая жизнь, и усматриваясь в жизнь, которую дал нам Бог. А древо познания зла и добра, которое заглушает древо нашей жизни, мы должны немножко отодвинуть, понимая, хоть оно и важно, хоть оно и нужно, но оно не может и, стало быть, не должно запрещать древо в жизнь. Мы должны научиться жить. И жить, живя на лзи Христовой, живя как отросток от того древа, которое есть Господь Иисус Христос, и в некоторого нет никакой подлинной жизни. И тогда и смысл жизни, и радость жизни, и содержание жизни исполнит нашу душу радостью и бесседжем. И мы говорим, и Аким, и Иоанн. Вот это да. С чего радость? Волнечный, и не радость. И плачет. Радость, да? Веселимся. И самое важное, когда мы понимаем, что замысел Божий, любовь Божия действует в нашей жизни, мы начинаем совершать нечто важное. Мы не подчиняемся обстоятельствам, как некие животные или глупые, неосознанные люди. Мы начинаем господствовать над всеми решениями. Мы назначаем господствовать над всеми достатками, над всякой болью, над всякой неправдой. И это господство по благодати, по любви к Христову, по милости Божией. Это господство, которое дает сам Господь тем, кто готов быть мучеником и победителем по духу, и по жизни, и по всяким действиям, по всякому действию и внутреннему решению. Милости Божией и победу. Спасибо.